Девушки отдыхают Больно, а вот условиями нет. Мамы бывших пациентов детского инфекционного отделения 12-й горбольницы в шоке. Почему? Кто-то их боится, кто-то считает их очень милыми. Зачем в Алтайском заповеднике провели инвентаризацию губоногих многоножек? Вот эти губоногие многоножки, они, как правило, очень быстрые. То есть их надо умудриться еще поймать, при этом не повредить. Это информационный канал «Город» в студии Антон Киселенко. Здравствуйте. Начнем наш сегодняшний выпуск с вопиющего случая. Четыре трупа животных за месяц. Жители поселка Южный бьют тревогу. Кто-то в их населенном пункте мучает и убивает кошек. Правоохранительные органы, судя по словам южан, не спешат замечать проблему. Ситуацией разбирался наш корреспондент Алексей Янкин. Сомнительная слава хабаровских живодерок. Похоже, кому-то в поселке Южный не дает покоя. Страшные истории про мучителей животных, которые здесь объявились, передаются из уст в уста. Один из первых эпизодов, рассказывает Галина, произошел в 50 метрах от садика. Вот они вешали прямо вот здесь. Вот они, вот этот сук, вот на этом суку. Вот он, вот на этом суку. Вот он, вот этот сучок. Вот тут висели два кота. Серый большой и черный. Котов с петли сняли прохожие. Их позвали дети, которые видели, как неизвестные подростки потащили мурлык в кусты. Живым из удавки удалось извлечь лишь одного из двух котов. Вот этого котика, вот, сняли с веревки, да, 10 узлов на нем было завязано. Вот он сначала вообще хрипел, нос у него до сих пор горячий. Смерть еще одной кошки, говорит Галина, произошла здесь. Здесь это место находится в двух шагах от школы. Правда, на момент расправы от посторонних глаз, пыточную, так этот островок окрестили жители, скрывала листва. Деревья вырубили позже. Но, пожалуй, больше всего Южан возмутил эпизод с котенком, которого нашли рядом с этим ужасным местом. Так, вот тут вот он, вот, вот прямо лежал, вот здесь. Вот, в растерзанном виде, прям, выпотрошенный. Выпотрошенные глазки у него, выпотрошенные внутренности. Собрав в интернете 3000 рублей, Южане отправили котенка на экспертизу. Специалисты установили, гибель животного – дело рук человека. Смерть наступила, цитата, в результате излечения жизненно важных органов. Еще до случая с котенком люди стали писать в местный отдел полиции заявление с просьбой возбудить уголовное дело. Хотя бы по одному из случаев. Я написала в полицию нашу заявление, написал еще один человек в полицию. Вот. Ну, получили отказы. Прокомментировать ситуацию в МВД города Барнаула нам пообещали в ближайшее время. Но тем временем петиция с требованием заведения уголовного дела о жестоком обращении с животными в поселке Южный в сети интернет набрала уже больше 6000 подписей. Направить ее защитники животных намерены губернатору, прокуратуру и органы опеки Центрального района. Алексей Янкин, Андрей Печоркин, информационный канал «Город». 10 тысяч долларов за отказ в возбуждении уголовного дела запросил сотрудник полиции у жителя Барнаула. Мужчина сделал вид, что согласился на сделку, а сам сообщил о неправомерных требованиях старшего следователя главного следственного управления МВД сотрудником ФСБ. На сделку он пошел уже с оперативниками. Они и задержали предприимчивого полицейского при получении взятки. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело и предъявил обвинение полицейскому. Суд заключил его под стражу. Продолжаем выпуск. Генеральный директор строительной компании «Стройтактика», обманувший 73 дольщика, предстанет перед судом. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела. На словах, руководитель компании обещал возвести новый многоэтажный дом в Новоалтайске. А на деле собрал деньги с дольщиков и скрылся. Подробности этой квартирно-финансовой истории знает Галина Юмашева. А ваша квартира на каком этаже должна была быть? На шестом этаже. То есть до вашей квартиры не добрались? Нет, не добрались. Не достроили? Не достроили. Татьяна Остафьева одна из 73 человек, которые официально признаны пострадавшими дольщиками. В конце 2014 года, когда россиян напугал финансовый кризис, женщина решила вложить свои сбережения в недвижимость, чтобы деньги не пропали. Но по иронии судьбы, именно это вложение оставило ее и без денег, и без новой квартиры для подрастающей дочери. Ходили тут радовались, стройка идет, январь идет, декабрь идет, а в феврале стройка прекратилась. С 2015 года стройка вообще встала. Ну, давай названивать. Да вот плиты подходят, вот в этой стадии как плиты от них перекрылись, так вот и стоит до сих пор. За три года на этой стройке практически ничего не изменилось. Пожалуй, кроме одного. На заборе появилось объявление «Куплю рога». А в 2013 году хозяин стройтактики, можно сказать, продавал рога и копыта будущим новоселам. Следователи установили, что Гендир стройтактики с самого начала не собирался строить дом, а лишь хотел создать видимость стройки. Для этого он по закону оформил все документы, привлек инвесторов и даже начал возводить здание. Никто из дольщиков не мог и заподозрить обман. Центральный офис, Сбербанки, как бы все серьезно, бухгалтерия. Это расходники, приходники, то есть все договора с подписями, с печатями. Обманщик собирал деньги с дольщиков с 2013 по 2014 год. Он успел присвоить более 145 миллионов рублей и сбежал. Почти два года правоохранители искали мошенника. В январе нашли в Магнитогорске и привезли в Алтайский край. В ходе следствия доказано, что от действия обвиняемого пострадало также два юридических лица, которые по умнимым договорам выполняли работы и оказывали услуги, необходимые для проведения строительных и проектных работ. Сейчас генерального директора «Стройтактики» будут судить сразу по двум статьям. Мошенничество и причинение особо крупного имущественного ущерба. Скорее всего, он получит свое наказание. А вот что будет с обманутыми дольщиками, пока непонятно. Деньги или вернут, или достраивать дом будет новый подрядчик. Я уже в это не верю, что что-то будет. Потому что сказали еще один год, здесь ни фундамента, ничего нету, и все, его смысла не будет достраивать. Надо будет рушить и строить заново. Это дополнительные затраты, это значит еще цена поднимется за квадратный метр. Поэтому я не думаю, что в течение года что-то решится. Законодатель давно задумался о том, как защитить дольщиков от мошенников. В середине июля Госдума в окончательном чтении приняла закон о компенсационном фонде для участников долевого строительства. И ужесточила требования к застройщикам многоквартирных домов. Но он вступит в силу только в июле 2018 года. Компенсировать затраты дольщиков, которых обманули или обманут до этой даты, государство не сможет. Галина Юмашева, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Вышли на финишную прямую. В Белоярске на территории спорткомплекса «Метеор» начался монтаж коробки для многофункциональной спортивной площадки. Оборудование для нее еще весной приобрел фонд Александра Прокопьева. Обязательство по подготовке основания под площадку и асфальтированию брал на себя муниципалитет. Однако сроки открытия объекта постоянно сдвигались из-за непогоды и проблем с подготовкой фундамента. В итоге местные власти признали, что своими силами не могут завершить работы. Тогда фонд увеличил финансирование еще на полтора миллиона рублей. Это позволило в кратчайшие сроки подготовить место и положить асфальт. Сегодня площадка наконец начала обретать свои очертания. Рабочие приступили к установке бортов, хоккейных ворот, столбов, а также укладке специального покрытия. Оно позволит юным новоалтайцам заниматься спортом в любое время года. Также будут присутствовать щиты под баскетбольную площадку и стойки под волейбольную площадку. Планируем до 1 ноября объект подконтрольный, поэтому сроки поставлены жестко. Кому вершки, а кому корешки. В одном из поселков Барнаула разгорается скандал. Жители просят чиновников и представителей правоохранителей разобраться с тем, что происходит рядом с их домами. По мнению горожан, сосед устроил незаконную свалку деревьев, которые еще совсем недавно украшали центр краевой столицы. Кирилл Политов продолжит тему в рубрике «Коммунальный патруль». Нам устроили здесь свалку. Практически к зиме, парализовав, нам возможность выезжать на улицу. Антураж напоминает последствия мощного урагана. Хотично поваленные стволы деревьев, разбросанные по периметру корни. Все это совсем рядом, а то и вплотную к домам жителей. С жильцами был здесь вот КАМАЗ остановлен. КАМАЗ вывозил весь этот мусор, как водитель КАМАЗа объяснил, от администрации центрального района города Барнаула. Эту версию подтверждают вот такие своеобразные белые отметки. Люди стали искать владельцы территории и нашли. Им, говорят, оказался бывший депутат городской думы по фамилии Кузнецов. По мнению пострадавших, из обычного земельного участка их сосед решил сделать обыкновенную свалку. Добавляют горы сухих деревьев, в разы увеличили возможность возникновения пожара. В случае ЧП, говорят, сгорит весь поселок. Есть назначение земельного участка. То есть он должен эксплуатироваться для чего-то. В частности, здесь назначение земельного участка для ведения пособного хозяйства. Такие аккуратно сложенные кучи выросли здесь не за одну неделю. 15 гектаров земли заняли тонны распила. Отчаянные барновольцы пошли на крайние меры. Перегородили путь одному из большегрузов. Не помогло. Началась переписка с различными инстанциями и все теми же чиновниками. Два заявления было в правоохранительные органы, то бишь в полицию. Было обращение в администрацию Лебяжинского. Было обращение в природоохранную прокуратуру. Был дан ответ с полиции, что передано заявление для дальнейшего рассмотрения в Лебяжинский администрацию. Вот все. Результата никакого нет. Результат есть, уверяет сайт городской администрации. Ведь курс на озеленение продолжается. По задумке чиновников, всего снесут более тысячи аварийных. Их заменят новыми саженцами. Такие изменения, говорят мэрии, затронут в большей части центр города. Вот только где окажутся в итоге спиленные тополя, не сообщается. Если данными работами занималась управляющая компания, то ответственность за спиленные деревья несет она. Если же администрация производила работы, то тогда администрация должна производить работу по уборке деревьев спиленных. В случае бездействия должностных лиц, необходимо обратиться в прокуратуру или иные органы для защиты своих прав. Переходим к другой теме. Гладкая, ровная поверхность. Новое полотно здесь появилось совсем недавно. Речь идет про улицу Мусоргского. Свежий асфальт, как результат работы проекта под названием «Безопасные и качественные дороги». Мастера приводили статистику. Обновления требовали почти 20 тысяч квадратных метров. Вот они, те самые цифры, уже не на бумаге, а на деле. Ремонт был проведен в несколько этапов. Сначала с помощью фризы сняли старое покрытие. Это на большей части, на другой, что ближе к улице Полевой. Разровняли ямы и вырубили кустарники. На этом черновая работа была завершена. В итоге свежий асфальт пришлось подождать. Дождались. Вот так выглядит счастливый финал сериала, длиной в несколько лет, и счастливые водители. Ну как ездили? Как по полю. И то на поле лучше дорога. А сейчас сделали, да. А вообще тут все материли хорошо ее. Потому что все вокруг сделали. И здесь, и там. А это лет пять стояло вообще мертвое. Еще сами, кто стенки, тот сносит. Плитками засыпали. Кто чем мог, кто гравий привезет. Вот только спасибо мастерам хотят сказать далеко не все водители. Некоторые из них все же остались недовольны качеством работ. На полотне виднеются стыки, местами есть неровности. Другие уверяют, это мелочи по сравнению с теми ямами, которые здесь были. Ускорить процесс восстановления полотна возможно, говорит юрист Дмитрий Лебедь. Все дороги ведут к чиновникам. Если данная дорога находится на балансе муниципалитета, то жителям необходимо в письменном виде обратиться в администрацию города Барнаула с просьбой пояснения сроков и объемов работ по ремонту таковой. В случае отсутствия ответа или бездействия должностных лиц, обратиться в прокуратуру для защиты своих прав. Вот так. Тут, наверное, актуальна классика «Лучше поздно, чем никогда». На этом все. О фактах недобросовестной работы коммунальных служб вы по-прежнему можете рассказать нам по телефону в Барнауле 722-301. Над программой работали Кирилл Политов, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Как в тюрьме мамы бывших пациентов детского инфекционного отделения 12-й горбольницы шокированы, в каких условиях вынуждены лечиться их дети. К нам в редакцию прислали фото и видеопалат, на которых явно видно, что ремонта в отделении не было уже давно. В уборных от стен отходят слои краски и штукатурки. Слив раковин покрыт слоями ржавчины. В палатах вид не лучше. Тумбочки, кровати, столы и стулья как будто попали в больницу после списания. Они давно потеряли и вид, и форму. Двери обшарпаны. Видно, что их не красили несколько лет. Женщина, снявшая это видео, предпочла остаться неизвестной. По ее словам, врачи в разговоре о ремонте в отделении лишь разводят руками. Поэтому женщина решила с помощью нашего телеканала обратить внимание контролирующих ведомств на плачевное положение детского инфекционного отделения. Женщина подчеркнула, что претензий к работе врачей и их отношению к пациентам у нее и других мам нет. Другое дело, пожаловалось Александра, что эти ценные кадры и пациенты-малыши вынуждены находиться в ужасных условиях. Кстати, снаружи отделению тоже не помешал бы ремонт. Деревянные оконные рамы давно не красили, а из крыльца можно руками вынуть кирпичи. Если вы тоже обратили внимание на условия содержания медучреждений края, расскажите нам, телефон редакции 722-440. К другим темам. Любопытство на грани брезгливости. Одни их боятся, другие умиляются. Люди готовы отдавать за этих животных до 2000 долларов. Губоногие многоножки, первые среди членостоногих, гордо ступили на земную сушу. Без них невозможно представить фауну Алтайского края. Кому и зачем понадобилось провести инвентаризацию многоножек в Алтайском заповеднике, расскажет Ирина Корчагина. Павел Сергеевич бережно несет в руках то, чему посвятил 20 лет жизни. То, что сейчас находится в заспиртованном состоянии. Губоногие многоножки. Их часто ошибочно называют сороконожками. И мало кто знает, что верхние лапки животных трансформируются в оружие для убийства – ядовитые челюсти. Прокалывают ими жертву. Впрыскивают яд, умерщвляют ее таким образом и потом поедают. Барнаульский ученый смертельного поцелуя многоножки не боится. В его доме перебирают лапками десятки таких хищников. Павел говорит, даже такое маленькое животное, как губоногая многоножка, играет важную роль в экосистеме. Недавно исследователь вместе с коллегами провел инвентаризацию губоногих многоножек в Алтайском заповеднике. Другими словами, ученые открыли новые виды этих животных, что дополнило картину фауны. Многие виды перекочевали из Средней Азии. Например, ранее в России никто не встречал лютобиуса Францискорума. Всего одна статья потребовала почти 15 лет изучения. Чтобы многоножка попала под прицел микроскопа, ученые сами становятся хищниками. Наиболее простой – это ручной сбор. То есть, когда разгребается подстилка, и оттуда выбираются многоножки. Вот эти губоногие многоножки, они, как правило, очень быстрые. То есть, их надо умудриться еще поймать, при этом не повредить. Особи покрупнее, как и этот, могут охотиться на птиц и змей. Укус тропической скалопендры может довести до не менее конечностей. А своих конечностей у нее бывает больше семисотен. Был поймал буквально в центре города Бангкока, на газоне среди кустарника. После общения подобного с этими животными, конечно, желательно помыть руки. Ученые уверены, что на Алтае проживает энное количество губоногих многоножек, которые еще предстоит исследовать. Кстати, несмотря на то, что многие их боятся, насекомые не опасны для человека. Их челюсти не могут прокусить человеческую кожу. А некоторые даже приносят пользу, охотятся на вредных насекомых. За границей особые ценители прекрасного готовы платить тысячи долларов за то, чтобы многоножка стала домашним питомцем. Ведь, несмотря на свой малый размер, они имеют полное право называться животными. Ирина Корчагина, Николай Шилко, информационный канал «Город». Где в Барнауле был самый первый в городе базар, знает Илья Кочетков. Сегодня он прогуляется по зданию центрального рынка, в котором ведется реконструкция, и узнает некоторые секреты этого исторического для горожан места. Старый базар. Кажется, он был здесь всегда. Тем непривычнее видеть его таким малолюдным, спрятавшимся от остального города за забором. Причина – глобальная реконструкция. Несколько лет здание простояло закрытым. Городские власти не могли найти для него покупателя. Говорили даже, что здесь построят свою гостиницу «Хилтон». Но вскоре от идеи отказались. Как-никак исторический центр, а значит высотным зданием тут не место. К счастью, у здания появился новый владелец. Крупная строительная компания, которая намерена сохранить его как торговое пространство. Без ремонта, правда, не обойтись. И пока строение не изменилось до неузнаваемости, мы решили вспомнить, как в течение столетий развивалось это историческое место. Кто-то мне скажет, ну посмотри ты вокруг, ну какое это историческое место, ну кого ты смешишь. Но давайте подумаем иначе. Сереброплавильный завод бывший – это промышленное сердце Барнаула. Здесь же торговали с самого основания нашего города. Здесь до сих пор, слава богу, бьется торговое сердце Барнаула. Краеведы утверждают, первый организованный рынок появился здесь вскоре после постройки сереброплавильного завода в середине 18 века. Тогда люди поняли, что осели тут всерьез и надолго. Официально место было выделено между Барнаулкой и нынешней площадью Свободы. Со временем рынок стал чуть меньше, но все равно оставался главной торговой точкой города. Рядом Заминогорский тракт, речная пристань. Торговали, во-первых, горожане. Тогда же у каждого где-то был огородик, стаечка там, может быть, с коровкой что-то еще. И, кроме того, вот там, где сейчас новый мост у нас, там ходил паром. Мостов же еще не было. С этим паромом приезжали оттуда из-за реки люди, привозили там, ну, от сезона ягоды, грибы. И они тут скупали у них ведрами, а потом тут стаканчиками, кулечками распродавали уже на базаре. Но это летом, а зимой торговля, конечно, меняла свой характер, а то и вовсе замирала. Чтобы сделать ее всесезонной, в середине 80-х годов 20 века решили построить огромный павильон. Проект был выбран типовой. Рыночные здания точно такой же конструкции строили тогда по всему Союзу. Их до сих пор можно видеть в городах от Дальнего Востока до Средней Азии. В Барнауле, кстати, таких два. Второй находится на новом рынке. Торговый зал расположен на первом этаже, остальные помещения ниже уровня земли. Но для центрального проект пришлось доработать. Грунтовые воды здесь слишком близко. Здания приподняли на целый этаж. Он стал непохожим на своих собратьев. То есть появилась по первому этажу большая торговая галерея. Частично подвальные помещения, складские остались. Появилась открытая терраса мощная, мощные лестницы. Именно так появились надземные галереи. В советское время здесь размещались ветеринарные службы и торговые точки. Вокруг продолжали шуметь ряды, но весь ритм торговли отныне определяло центральное здание, которое возвысилось над старым городом. Это сейчас здесь скрипит под ногами строительный мусор, стекла. Пахнет цементной пылью, а когда-то пахло другим. Мясом, рыбой, овощами, сухофруктами, специями. И под куполом, под этим прекрасным, летали птички. Еще одна маленькая забавная деталь. К сожалению, нашими средствами записи звука этого не передать. Просто поверьте, зал как будто бы поделен на такие странные акустические сектора. Вот можно здесь шептать, а человек на том конце зала тебя будет прекрасно слышать. Но при этом ты переходишь на несколько шагов в сторону и, скажем, говоришь в полный голос. А человек совсем рядом от тебя тебя не слышит абсолютно. Вот такие чудеса. Многие старожилы ругали здания центрального рынка, мол, эта громада портит облик старого города. Евгений Башкиров уверен, к архитектурным памятникам той поры относятся незаслуженно прохладно. Если здания 18-19 веков так или иначе берегут, то многие советские постройки стараются переделать. Здесь, убежден Евгений, будет иначе. Ни заказчик, ни проектировщики-архитекторы не ставят перед собой задачу сделать это здание какое-то там суперсовременное. Останется традиционная, вот эта достаточно, ну пусть советская, но достаточно такая уверенная архитектура, большой массив. Ближе к вечеру на прилавках начинали играть цветные зайчики. С солнечной стороны здания, чтобы впустить сюда максимум света, архитекторы разместили витраж. Пестрые лучики есть и сейчас, но играть им приходится уже на битых кирпичах и мусоре. Новые владельцы уверяют, скоро и само торговое пространство заиграет по-новому. Времена меняются, меняется и торговля. Как именно, расскажем в ближайших выпусках. Илья Кочетков, Александр Антропов, информационный канал «Город». В Барнуле продолжается месячник пожилого человека. В это время люди почтенного возраста пытаются как можно активнее проявить себя. Устраивают концерты, творческие встречи. Сегодня, например, в библиотеке номер 18 открыли небольшую выставку Галины Ножкиной. Женщина является одним из учредителей общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». Свои декоративные работы Галина собирает из необычных материалов. Это и прозрачный янтарь, привезенный из Вильнюса, и ракушки с песком со дна Азовского моря. Пайетки и бисер. Говорит, сейчас, когда стало больше свободного времени, она может заниматься своим любимым делом для души и на радость друзей. Везла оттуда 20 килограмм песка и ракушек. В общем, меня еле пропустили с песком. Но я сказала, это мне надо для картин. А тему я беру, где увижу красивый рисунок. Я стараюсь сфотографировать и что-то сделать. Банк «Восточный» предлагает своим клиентам специальный автокредит и дарит выгодные условия для покупки автомобиля с пробегом. При разработке такого предложения сотрудники банка опирались на статистику. Доля поддержанных авто на российском рынке выше числа новых машин. Бугу автомобиль, как правило, покупают по двум главным причинам. Машина, которая уже покаталась по России, считается проверенной, приспособившейся к нашим дорогам и показавшейся своей плюсы и минусы. Машина с пробегом стоит от 700 до 800 тысяч рублей. Цена ниже заводских моделей, но бьет по карману. Поэтому в Банке «Восточный» созданы все условия для оперативной покупки семейного авто. Мы в Банке «Восточный» идем на встречу своим клиентам в их желании привезти авто с пробегом. Максимальный размер автокредита у нас составляет 1 миллион рублей. При этом нужен минимальный пакет документов и оформление замет всего один день. Новый автокредит наверняка убедит клиентов в том, что автомобиль не роскошь, а доступный комфорт. С условиями кредитования вы можете ознакомиться в ближайшем отделении. О погоде. Завтра в Барнуле переменная облачность без осадков. Ночью до плюс одного, днем до девяти выше нуля. И это все на сегодня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова